Всем привет! Это у меня нуклеусы стоят на две рамочки. И вот тут у меня две рамочки оставалось. По-видимому матка была. Смотрю, стали летать. Я еще в этом году не смотрел. Сейчас проверю, что здесь творится. Надо баксик отдельно. Сейчас мы посмотрим, куда подсунуть. Вот баксик у нас стоит. Вот сюда поставим рамочку, чтобы можно было. Я смотрю, летает. Приоткрыл. Смотрю, тут две рамочки, как раз нормально. Остальных рамочек не было, я их перепотрошил. И вот смотрю, или раек, или перезимовали. Сейчас мы проверим, проверим, что тут творится. Если раек, то он недавно мог прийти. И поэтому здесь не должно быть это самое сильно много расплода. Вот. Побелочка. Побелочка есть, я смотрю. Вот это побелочка. Похоже на раек, потому что мощный. В смысле и нектарчик занесли свежий. Видите, свежий нектарчик, засевчика нету. Вот. Пыльцу несут. И трутни есть. Значит, это небольшой раек. Вот. И с этой стороны та же самая песня. Вот трутни есть. Вот они трутни. Видите? Вот. Это значит небольшой раек. Это вторак пришел или первак. Не знаю. Ну, ему вполне хватило две рамочки. Ну, в принципе, две рамочки неплохо обсиживаются. Это не похоже, что они так перезимовали. Сейчас я временно отставлю, чтобы вторую посмотреть. Хотя у меня тут есть пустые улья, куда залететь. Ну, вот раек решил залезть сюда. Ему понравилась вот эта вот системка. Вот. И главное, пошел на желтый леток. Вот. На смотрю я. Трутни навалом. Вот. Очень навалом трудней. И похоже, что это раек. Потому что побелочка пошла. Вот эта вот беленькая. Они начинают тянуть сотики. Обычно ни раек не тянет. Да и запах хороший. Вот. Маточки я не вижу. А вот она бегает маточка. Вот она. Молоденькая маточка. Вот она. Вот она. Вот она. Вот она. Вот она еще не оплодотворилась. Все нормально. Живем. Пока им хватит здесь. Вот. Попозже я их пересажу. Вот. Раек небольшой. Находка. Это, значит, тарак или третяк. Раек. У кого-то вышел, видать, кто-то не досмотрел. Вот. Но у меня некому было вылетать. Потому что в этом году сильная пропажа на этом участке. И практически некому слетать. Итак, я очень доволен. Почему ты думаешь, пап, у тебя пропали пчелы в этом ходу? Пчелы могут пропасть по большой по разным причинам. Но одна из причин, потому что увеличился у нас прогресс. И стали производить здесь больше устанавливать G5. 5G. И это селфоны быстрого действия. Они очень сильно влияют. Я думаю, что это очень сильно влияет. И практически все семьи слетели. Осень была теплая. И пчелы, когда летают, они не на месте. И они... Осень теплая и зима теплая. А весна, март был очень холодный. И не видно было нигде ни расплода, ничего. Все пропало практически. Сохранилось. Это не воровый мать, да? Это не воровый мать. Потому что если воровый мать, то там в основном все рамки с расплодом открыли. Не запечатаны. И много обсыпается. Вот. Поэтому очень много пчел просто слетело. В другом точке у меня меньше слетело. Вот. И так сказать, больше сохранились. Потому что стояли в лесу. И до леса меньше проблем. Как говорится, меньше радиации. И лес сохраняет эту всю ситуацию. Под соснами стояли. И так, если есть еще вопросы, можно задавать. Но в данный момент вот этот райок прилетел. Потому что нету расплода. Молодая матка. Много трудней. И по белочку начали. И ой, я не видел, чтобы они летали. Но сейчас смотрю, начали летать. Ну, я очень доволен, что райок прилетел. Конечно, если у вас райки пришли, то это замечательно. Сейчас время ставить ловушки для райов. Пожалуйста, подготавливайте. И ставьте возле пасек. Ставьте заранее возле пасек. И две-три рамочки соты поставьте туда. Вот здесь было достаточно две рамочки соты. И вот такие вот любые старые, черные, белые. Даже просто овощину. И райи сейчас летают. И там, где у вас была пасека. Если у вас пропала пасека, обязательно ставьте открытые улья. Обязательно прилетят райи. Потому что там, где была пасека, создается в духовном мире лётная дорога для пчёл. И пчёлы просто пересекают эту лётную дорогу. Или память, можно так сказать. И они обязательно на то место прилетят проверить, есть ли там ещё оставшиеся. А почему они прилетают проверять? Потому что там, где улик стоял или пасека была, обязательно пчёлы знают, что там остаются соты и улья остаются. Значит, можно там поселиться новому рою. И поэтому старайтесь в этом году развивать своё хозяйство. Потому что с каждым годом всё тяжелее и тяжелее жить людям. Если вы имеете своих пчёл, то вы будете иметь удачу. И курочек. Вот, пожалуйста, у нас и курочки куда-то, и цыпляты разводим всё понемножку. И это даст вам, как говорится, возможность выжить в трудных ситуациях, которые не будут лучше в дальнейшем. А всегда будет всё хуже и хуже и хуже. До встречи. Если вы не ленивы, у вас будет удача. Да благословит вас Бог. Ждём ваших комментариев.